С наступления нового месяца вступят в силу и обновления в законодательных документах. Что это за изменения и каких категорий граждан не коснутся, расскажут мои коллеги. С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Выплаты увеличатся на 6,1%. Индексация коснется пенсий граждан, которые не наработали необходимый трудовой стаж, инвалидов всех трех групп, пенсий детям, лишившимся родителей. Одновременно с повышением социальных пенсий будут проиндексированы выплаты военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, а также участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С 15 апреля начнут действовать новые правила выдачи сертификата на материнский капитал. Оформлением займутся сотрудники пенсионного фонда. Они будут осуществлять это автоматически, без заявления, на основе информации, поступившей из органов ЗАГС. Сертификаты на материнский капитал начнут получать семьи, в которых был рожден или усыновлен первый ребенок. Сумма выплаты составляет 466 617 рублей. Если впоследствии в семье появится второй ребенок, сумма будет увеличена еще на 150 тысяч. Списание и зачисление денежных средств в сервисе быстрых платежей при переводах между счетами граждан с 1 апреля станет бесплатным. Новые правила утверждены Центральным банком. Также с 1 апреля банки будут передавать налоговым органам не только информацию об открытии и закрытии счетов, но и сведения об электронных кошельках, которые оформили граждане. Кроме запланированных и утвержденных ранее, в ближайшее время должны вступить в силу законодательные поправки, принятые Госдумой накануне. В первом чтении принят комплексный законопроект о наделении правительства Российской Федерации дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса.